если ты в меньшинстве и даже в единственном числе это не значит что-то безумен джордж оруэлл представьте что вы живете в государстве где за вами следят 24 часа в сутки контролирует каждый ваш шаг действия взгляды и даже мысли государства в котором вы ограничены в правах и за любую вашу правильность накажут не только вас вашу семью или родственников но даже ваших знакомых а теперь представьте что наказать вас могут не за плохие поступки и нарушение закона а за соблюдение норм своей религии посещение иностранного государства и изучение родного языка думаете это невозможно в 21 веке считаете вымыслом писателей-фантастов из прошлого досмотрев это видео вы убедитесь в обратном уйгуры это тюркский коренной народ восточного туркистана который сейчас находится в составе китая по вероисповеданию мусульмане сунниты уйгурский язык относится к тюркской языковой группе 1759 году китай захватил теократическое государство уйгуров и казнил большинство членов двух правящих кланов ходжей актаглык тем самым государство уйгуров было ликвидировано их самих включили в состав китая на местности дали название синьцзянь что в переводе с китайского означает новые земли с момента оккупации до наших дней уйгуры постоянно боролись за свою независимость один раз им это даже удалось в 1944 году была создана вторая восточно-туркистанская республика она также была оккупирована но теперь уже вновь образованной коммунистической китайской народной республикой в 2009 году в китайской провинции гуандун на фабрике где работали несколько сотен уйгурских студентов появились слухи о том что эти самые студенты изнасиловали несколько китайских девушек не имея каких-либо доказательств и подтверждения информации сотни китайцев стали избивать уйгурских студентов на улице двое студентов скончались от полученных травм через несколько дней после этого 5 июля 2009 года в урумчи столицы синьцзяня уйгуры вышли на митинг мирная акция протеста переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией погибло по разным данным около 200 человек 6 июля уже китайское население в урумчи вышло на улице в отличие от уйгуров китайцы вышли на протест вооруженными битами палками и мясницкими ножами именно после данных событий синьцзянь уйгурский автономный район медленно но верно стал превращаться в огромную тюрьму для представителей одного народа внутри китая как видим из хронологии событий конфликт между китайцами и уйгурами возник не на религиозной почве ислам не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам и последовавшими за ними смертям уйгуры были мусульманами еще задолго до принудительного включения в состав китая религия ислам является для уйгур неотъемлемой частью культуры и национального самосознания это не что-то новое и народное и пришлое извне и тут возникает вопрос почему именно сейчас в 21 веке коммунистическая партия китая решила что приверженность уйгуров исламу является угрозой национальной безопасности приоритет любого государства забота о собственных гражданах уйгуры являются гражданами китая а китай является коммунистической страной самой большой коммунистической страной и второй экономикой планеты после сша краеугольный камень идеологии коммунизма социальное равенство то есть все граждане китая равны между собой вне зависимости от расы нации и вероисповедания почти коммунизм и религия несовместимы идеолог коммунизма карл маркс писал что религия это вздох угнетенной твари сердце бессердечного мира подобно тому как она дух бездушных порядков религия есть опиум для народа запомните этот тезис он помогает китайскому правительству угнетать собственных граждан напрочь позабыв о социальном равенстве и при этом официально быть коммунистическим государством сейчас вы увидите свидетельство того что делает с уйгурами китайское правительство в это сложно поверить но это действительно происходит в реальности после беспорядков 5 июля 2009 года китайские власти отключили интернет в синьцзя не более чем на год время разговора по мобильной связи также было частично ограниченной на сегодняшний день интернет в синьцзя не работает но он тщательно прослеживается правительством синьцзянские уйгуры обязаны установить на свой смартфон приложение джин ванг джин ванг передает в полицию идентификатор устройства его модели номер его владельца а впоследствии мониторит всю поступающую информацию указывая пользователю на наличие опасного с точки зрения государства контента в начале 2017 года уйгурам начали раздавать анкеты для заполнения ходили по домам и узнавали были ли они за границей ходят ли в мечеть соблюдают ли религиозные обряды после этого власти китая распределили людей по категориям надежный ненадежный подозрительный и начались массовые задержания уйгурам запрещены любые проявления религиозности запрещено называть детей арабскими именами отращивать усы и бороду можно только пожилым мужчинам абсурдность ситуации такая что запретили традиционное мусульманское приветствие салам алейкум до 2013 года можно было иметь свой коран однако на сегодняшний день всех заставили сдать свои кораны и молитвенные коврики если отказываешься то сажают в лагерь на сегодняшний день все мечети в синдзя не закрыты призывы на молитву не звучат те кто уехал за границу не могут общаться с родственниками в китае если они свяжутся с ними то у родственников возникнут проблемы уйгурам не разрешается иметь при себе паспорт их паспорта находятся в полиции если им нужно куда-то поехать они идут в полицию и просят разрешение на поездку китайское правительство активно возвращает обратно молодых людей которые покинули китай 4-5 лет назад ради учебы им звонят родители и просят вернуться если они не вернутся то их родителей родственников и даже соседей могут посадить в лагерь есть список из 26 стран в основном в этом списке мусульманские страны если уйгур побывал в одной из этих стран или у него там живут родственники то для него в китае все обстоит гораздо хуже чем для остальных уйгур кстати в этом списке есть и россия предметы в школе преподаются исключительно на китайском языке несколько лет назад были еще уроки уйгурской литературы которые преподавались на уйгурском языке на сегодняшний день нет и этого подрастающее поколение уйгуров просто не имеет возможности изучать свой родной язык правительство китая активно стимулирует миграцию китайцев сэнцзянь тем кто переезжает даются определенные льготы помогают материально религия запрещает уйгурам межконфессиональные браки однако правительство китая активно продвигает такие браки если уйгурская девушка выходит замуж за китайца то им дают привилегии обеспечивают жильем и пособием на ребенка пока тому не исполнится 18 лет китайское население за пределами сэнцзяне имеет весьма ограниченное представление о бытии жизни уйгуров так студент уйгур рассказывает что его китайские однокурсники думали что уйгуры ездят на работу на ослах все учебники по истории выпущенные до 2009 года были конфискованы полицейские ходили от дома к дому и собирали все что люди не успели сжечь сами наказанием за хранение старых книг могли стать семь лет лагерей в сэнцзяне по разным данным находятся от десятков до нескольких сотен тысяч полицейских и охранников большая часть из 20 миллионов видеокамер работающих в стране установлено в сэнцзяне устрашающее их количество видимое даже невооруженным глазом подтверждается официальными источниками к 2016 году расходы на внутреннюю безопасность превысили оборонные расходы китая на 13 процентов в 2014 2016 годах сэнцзян на слежку потратил два раза больше чем тратили другие районы в 2017 году втрое больше в ноябре 2016 года правозащитная организация human rights watch сообщала что сдача образцов днк стала в сэнцзяне обязательной процедурой при получении паспорта их собирают в школах и на рабочих местах офицеры полиции могут прийти домой угадайте в каком районе страны проводились первые ядерные испытания китая по данным оон более одного миллиона уйгур заключены в лагерях перевоспитания лагерями перевоспитания китайское правительство называет по сути концентрационные лагеря созданные на территории сэнцзяне в них помещают людей якобы склонных к насилию преступлениям и агрессии по некоторым людям видно что они готовы к убийству еще до того как они убивают нам что нужно ждать пока они совершат преступления или лучше предотвратить его там заключенных учат китайскому языку растолковывают заветы коммунистической партии и дают профессиональные навыки чтобы сделать их кавычках полноценными гражданами страны но это со слов китайских чиновников а что происходит в этих лагерях на самом деле мы можем узнать от тех кто непосредственно там содержался каждые 10 дней нам делали укол в руку мы не знали зачем но затем молодые женщины увидели что у них прекратились месячные они заставляли женщин приседать голышом независимо от того сколько им лет 14 или 84 вот так над нами издевались в феврале 2018 года foreign policy взяла интервью у иманы студента уйгура из сша по его словам когда в 2017 году он приехал в китай на каникулы в пекине его арестовали прямо на борту самолеты 9 дней его допрашивали в пекинской тюрьме затем в наручниках отвезли в цинцзянь воспитательный лагерь иман содержался в камере с 19 другими уйгурами заключенные целый день маршировали в камере скандируя лозунги компартии и смотрели пропагандистские видеофильмы отдыхать разрешалось только в послеобеденный перерыв через 17 дней его отпустили но теперь камеры узнавали его на улицах ему отказывали в пользование общественным транспортом и посещение супермаркетов ему все-таки удалось добиться разрешения на продолжение обучения в сша но полицейский предупредил что болтать об увиденном ему нельзя твои родственники остаются здесь мы тоже сказал ему офицер приговоренный к девяти месяцам перевоспитания самархан встречал три категории заключенных первых обвиняли в излишней религиозности вторых в нарушение общественного порядка третьих обвиняли в том что они побывали за границей в лагере они слушали лекции где их обучали не выдавать государственных секретов не быть мусульманами и не разделять людей по национальному признаку если вы все еще не перестали удивляться абсурдности происходящего то вот еще один случай в 2018 году арестовали 19-летнего футболиста уйгура который играл за молодежную сборную китая парня обвинили в том что выезжая с командой на международные матчи он посещал зарубежные страны немецкий исследователи из европейской школы культуры и теологии адриан зэнц проанализировал китайские строительные госконтракты и обнаружил 73 проекта по возведению воспитательных центров по данным зэнце новые лагеря строятся практически в каждом уголке сенцианы некоторые тендеры предполагают строительство учреждений площадью в 10 гектаров с отдельными бараками для охраны в многочисленных объявлениях о наборе персонала которые ученые обнаружил от соискателей ожидают знание криминальной психологии опыта работы в силовых структурах и наличие бесстрашного сердца если вы подумали что китайское правительство уничтожает культуру язык и самобытность уйгуров из-за того что они мусульмане то вы ошибаетесь китай прекрасно понимает и знает что из себя представляет ислам у китая есть богатый опыт дипломатических и экономических отношений не только со странами где проживает мусульманское меньшинство но и с исконно исламскими государствами и отвечая на вопрос который мы задали в начале ролика можно с уверенностью сказать что китайское правительство не видит в религиозности уйгуров угрозы государственной безопасности китай просто решил превратить уйгуров в китайцев отобрав у них веру язык и культуру а ислам всего лишь предлог который используется китайским правительством для оправдания жестокости геноцида посмотрите они же мусульмане а значит террористы и мы будем сажать их в концлагеря без суда и следствия 80 лет назад в одной европейской стране мы что-то подобное видели и помним чем это обернулась для всего мира но зачем китаю тратить огромные суммы денег из бюджета страны на полицию слежку и стирание самосознания целого этноса численностью в 10 миллионов человек нет такого преступления на которое не пошел бы капитал ради прибыли в 300 процентов томас джозеф даннинг британский профсоюзный активист большая часть китайской нефти и газа добывается в синьцзяне через него же везут в китай горючее из россии но самое главное синьцзяне уготована роль центрального связующего звена в проекте один пояс и один путь глобальной китайской инфраструктурной инициативе которая должна связать между собой рынки китая европы и ближнего востока доведя дорожную сеть на свои территории до европейских стандартов китай стал субсидировать в строительство у соседей новая железная дорога свяжет сэнцзянь с киргизией и узбекистаном в декабре 2019 года китайском городе ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем 31 декабря китайские власти сообщили о 44 зараженных причиной вспышки стал вариант вируса из семейства коронавирусов которые раньше у людей не находили его обнаружили сначала у 41 пациента в китае а затем и у людей прилетевших оттуда в таиланд японию южную корею сша и канаду подавляющее большинство зараженных китайцы 30 января всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуации мирового значения коронавирусы это члены целого семейства вирусов способных вызывать респираторные и кишечные заболевания у людей и животных у людей коронавируса соответственно за 10-15 процентов простуд свое название коронавирусы получили из-за специфической формы оболочки ее белковая структура под микроскопом напоминает солнечную корону коронавирусы опасны высокой мутагенностью это означает что они умеют быстро меняться приспосабливаться к внешней среде чтобы облегчить передачу относителя к новой жертве коронавирус 2019 nc ov это совершенно новый штамм с ним медики еще не сталкивались но уже известно что он поражает легкие быстро вызывает вирусную пневмонию и смертельно опасное кислородное голодание организма в целом специального лечения которое было бы направлено именно на коронавирус нет поэтому пациенты могут получать только симптоматическую поддерживающую терапию один из восьми врачей которые первыми предупредили о вспышке нового вируса 2019 nc ov в кнр ли винлян умер 6 февраля от пневмонии вызванные указанным коронавирусом об этом сообщила газета south china morning post со ссылкой на центральную больницу города ухань бойтесь мольбы притесняемого даже если он является неверным ибо между его мольбой аллахом нет преграды пророк мухаммад да благословит его аллах и приветствует космальчика все в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эксперты Capital Economics предсказывают, что дальнейшее распространение китайского смертельного коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов в первые три месяца 2020 года. И это положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok